Ира Повенцова, Настя Прокопенко и Оля Силкина. Я пошла с другом кушать бургеры, потом моя судьба столкнула меня с Гулевичем Василием Адамовичем. Я подумала, ага, ты не такая жесткая, как кажешься. Я ценю свое время в спорте. Я одиночка тренер. Победить в первом же взрослом чемпионате мира и завоевать олимпийскую лицензию. Тяжело, но возможно. Кобельчанка Ольга Силкина, представляющая современное пятиборье, доказала это на своем примере. Чемпионат мира в Будапеште стал для нее самым значимым взрослым турниром. До этого спортсменке ни разу не удавалось зайти на пьедестал. Мне всегда не хватало чего-то там в беге где-то, в коне чего-то не хватало для пьедестала. Была рядышком, всегда вот рядышком, рядышком. Я думала, ну блин, ну когда-то же доберусь до тебя должна. И вот ты добралась. И вот когда мне ее вручили, да, когда мне ее надели, я почувствовала, блин, боже, как я устала. Реально, вот это я очень сильно почувствовала. Я почувствовала, вот, ну, медаль, которая там шла 10 лет. Ощущения были непередаваемые. Я только могу одно сказать, что я еще хочу. Ну, то есть, оно хочется, ну, я хочу. То есть, я понимаю с каждым днем, что я хочу повторить эти ощущения. А это командная. Она точно такая, потому что там и отличается тут и Ира Протенцова, и Настя Прокопенко, и Оля Силкина. Благодаря Оле Силкине на планетарном форуме 2019-го белорусский гимн звучал второй год подряд. В 2018-м победу нашей стране принесла Настя Прокопенко. Лидируя после фехтования и плавания, Гомельчанка преодолела все препятствия на конкурном поле. Она набрала 297 очков из 300 возможных. Это позволило ей первой с преимуществом в 31 секунду стартовать в комбинированном виде бег плюс стрельба. Удивительно для спортсменки, она была совершенно спокойна на этом турнире. Во время соревнований даже успела сходить на гастрофестиваль. Я не ем сладкое, я не ем там булочек. Нет, такого у меня нету. Перед конем, то есть я иду в лидерах, и мне надо было хорошо проехать. Я как-то, ну, я была настолько спокойна, никогда в жизни так не было спокойной. Я вот, да, я пошла с другом кушать бургеры. В спортивной карьере гомельчанки венгерский чемпионат не первый. В 2017-м году Ольга уже ездила на мировой турнир в египетский Каир. Тогда она выступала в эстафете и остановилась в шаге от тройки лидеров. Кстати, будучи юниоркой, Силкина выступала успешно. В 2012-м году она привезла с чемпионата мира серебро, а в 2016-м с аналогичного турнира бронзу. Последним стартом в этом возрасте для нее был чемпионат Европы в польском Джанкове. На нем она стала второй. Вот эта медалька с командной, ой, не с командой, а с эстафетой, мы с Ириной Парсенцовой были в Венгрии. Это получается, по-моему, 2018 год. За неделю до этого я упала на сконя в Минске очень сильно. Я думала, что я никуда не поеду, но вот мы выиграли золото. Мы выбегали, по-моему, четвертое или пятое. Я тогда не очень хорошо нафехтовала, но так все вроде бы нормально сделала. Я такая говорю, Ир, блин, не знаю, как оно пойдет, там, на беге, на ступе. Я говорю, если что, типа, не обижаемся, потому что, ну, у нас такое дело, как бы, ну, можно обидеться, грубо говоря. Вот, и все, и мы такие замевали тут золото. Потом опен идет. Опен у нас был, по-моему, в 2019-м. Да. Потом у нас опен идет. У нас был первый старт, в который шли олимпийские очки. И у нас в Беларуси в Минске делали. Вот. Это оттуда медалька. Мы приехали с финала, с Токио. Где-то потом, через две недельки, вот и был опен. И я вот тогда вот выиграла эту медальку. И я до последнего, ну, как бы, я думала, что это обычный старт. Честно говоря, я думала, что это обычный какой-то старт. Там смотрю, ну, приехали иностранцы, думаю, ничего себе, думаю, что такое. А потом мне, типа, говорят, ну, тоже открыто там, не открыто, это опен, типа, очки идут на олимпийские игры. Ну, ну, ладно. Как-то вот я тоже была спокойна к этому старту даже, ну, очень спокойно. Прошел он хорошо. Сложно представить, что история чемпионства Ольги Силкиной могла даже не начаться. В свое время для гомельчанки современное пятиборье стало спасительным кругом. Девушка занималась пять лет плаванием, но результаты были минимальны. Как-то ее тренер Артур Мурашкевич предложил ей пойти учиться в училище Олимпийского резерва и заодно познакомиться с пятиборьем. С того момента прошло почти 10 лет. За это время у Оли несколько раз возникали мысли завершить карьеру. На первом-втором курсе мне вообще, ну, ничего не получалось, ничего не шло в спорте. Вот тогда я уже задумалась, блин, может, как бы, хватит, ничего не получается. Но как-то, не знаю, мне почувствовала то, что нет, не хватит, ты сможешь дальше. Первым тренером по современному пятиборью был Виктор Михайлович Щербаков. Оля проработала с ним два года. Потом около четырех лет ее тренировал Михаил Куземкин. Потом моя судьба столкнула меня с Гулевичем Василием Адамовичем. Когда мы начали с ним тренироваться, у него были старшие на то время. То есть он, естественно, как бы большую часть времени проводил старшим, потому что у них там Олимпиада, они могли добраться. После игр в Рио они завершили карьеру, а наша героиня стала основной подопечной Гулевича. Периодически Оля начинает капризничать. Но тренер спортсменки Василий Гулевич быстро настраивает ее на нужный лад. С тренером у спортсменки близкие доверительные отношения. С ним она может обсуждать все, что угодно. Ну, вы знаете, я могу сама проплавать, сделать тренировку, но я настолько к своему тренеру привыкла, он, ну, это вот как, ну, он моя семья, да, то есть я вот без него, то есть я уже не могу там себя находиться на тренировке. Мне он должен, чтобы он был, чтобы он контролировал, чтобы он, типа, Оль, так, 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 делай то и делай это. Зилок нашего спортсменов успеха – это тренера. Это я с каждым годом убеждаюсь в этом. Потому что, как он скажет, да, я, типа, ну, сначала думаю, зачем ты, как, зачем так? А потом какое-то время проходит, я понимаю, что да, надо было так. Конкуренция у нас, ну, высокая, потому что, ну, блин, 2018 – чемпионка мира Анастасия, да, Прокопенко, 2019 – я чемпионка мира Ира, бронзовая призера Европы, то есть у нас бешеная конкуренция. Она по-любому есть, она везде, мы не командный вид спорта, она индивидуальная, то есть мы, естественно, у нас будет борьба постоянно. Пример спортивных достижений Оле было с кого брать. Ее дядя Андрей Петрович Барабанов – бывший вольный борец. Становился неоднократным призером международных соревнований. Близкие Оли поддерживают ее в выборе спорта. Как отмечает спортсменка, ее папа иногда ненавязчиво и в шутку предлагает выбрать одну дисциплину. Говорит, мол, пять – это многовато. Но в период застоя результатов он очень переживал. Я говорю, пап, все нормально, все успокойся, все хорошо, ну, как-то вот так. Мама постоянно там, ой, молодец, там, все хорошо, будем гордимся тобой. Ну, все такое. У меня жесткая сестра, то есть она, да, мы с ней разные, она жесткая, она у нас всю семью устроит. То есть такое, вот, но когда, знаете, я чемпионат мира выиграла, я уже там все, там, собираюсь на педестал идти, она мне звонит, плачет там. О, поздравляю, там, вот это, ой. Я подумала, ага, ты не такая жесткая, как окажешься. Коронная дисциплина гомельчанки – фехтование. Над его совершенствованием она работает постоянно. Как отмечает сама спортсменка, дается ей это легко, но на тренировках сконцентрироваться не всегда получается. Другое дело соревнования, там ей помогает голод на медали. Оля видит цель, и кончик рапиры достигает ее. Если фехтование – любимый вид спорта, то плавание наоборот. Мне кажется, что я уже с самого там детства плавала, и мне уже как-то надоело. Следующий у нас идет конь. В данный момент конь – самый мой любимый вид спорта, самый любимый. Где-то, вот я вот только пришла, я вообще не любила коня, я очень боялась его. Ну, делала все, чтобы не ходить на тренировки, сачковала его, подход нашла к нему. Да, конечно, бывают, как мы на тренировке видели, падения, но, как говорится, без падения нету взлетов, да. Так она боялась пять лет, изменила все падение с лошади. И после этого страх прошел. Кстати, во время съемок кобыла, на которой тренировалась спортсменка, понесла, и пятиборка упала. Наша героиня отряхнулась, села в седло и снова отправилась покорять препятствия. Правда, есть лошади, после встречи с которыми она опасается садиться в седло. Два года назад я упала с коня в Минске, и я вот до сих пор, когда мне его дают на тренировке, когда мы в Минске тренируемся, я, ну, мне такая, ну, как бы страшненько. Но на самом деле, когда ты падаешь, это все быстро проходит, ты очень быстро все забываешь. А насколько тяжело найти контакт с лошадью? Я его искала, может, лет пять, шею, как бы. Шутки шутками, нам дается 15 минут на разминке, на соревнованиях. Вот за 15 минут мы должны найти этот контакт. Так, мои первые действия, так, думаю, так, что с ней такое ей дать, чтобы она была подобрее. Ну, на самом деле, я начинаю думать, ну, типа, так, что я, где могу я с ней ошибиться на маршруте? Вот это я начинаю думать, как, что мне сидеть, зачем мне следить, там где-то, ну, короче, половина работы нам рассказывает тренер во время того, как мы проходим маршрут. То есть у нас есть разминка, мы приходим на маршрут, он нам говорит, где лучше повернуть, где там ножкой подать. Ну, и потом смотрим на разминки, какая у нас лошадь. Когда мы ходим на поле, да, то есть у меня все отключается. Я вижу только прыжки, и я понимаю, что мне надо просто сделать так, чтобы моя лошадь доехала, грубо говоря, там, ну, чисто, как я хочу. Если конный спорт изначально Оля не любила, то бег просто обожала. Ей и тренировки по этой дисциплине давались лучше, и, как отмечает наша героиня, результат был выше. Мне пока что достаточно того, что я показывала на мире, ну, и те сезоны тоже. Но мы сейчас работаем, да, над бегом, чтобы его улучшить. Ну, это все-таки маленькие нюансы, это которые тренер там всю работу строит. Работают спортсмены в нормальном тренировочном режиме, правда, с меньшими нагрузками. В это время соревнования и сборы отменены, но для гомельских пятиборцев это прекрасная возможность подтянуть отстающие дисциплины. Для гомельчан это конный спорт. Обычно ему не уделяют много времени. Сейчас же пятиборцы работают на лошадях не меньше четырех раз в неделю. Я ценю свое время в спорте. То есть у меня нет такого. Даже если бы я не стала чемпионкой мира, то есть я бы, ну, знаете, и закончила, грубо говоря, ну, вот, в этом году спор, да, у меня не было сожалений, потому что это лучшее время на данный момент в моей жизни. Хоть в СМИ появлялась информация, что Олимпиаду могут отменить, спортсмены сохраняют оптимизм и позитивный настрой. Кстати, у Оли есть татуировка в виде бабочки. Спортсменка сделала ее 18 лет. По словам нашей героини, эта бабочка летит на Олимпийские игры. И Оля верит, в следующем году она долетит на игры в Токио. Продолжение следует...